Я страшно рад находиться в новом пространстве фонда Кузнецова. Знаю его давно, и мне приятно видеть любовь к своему делу и профессионализм его сотрудников. Меня они покорили с первого взгляда, примерно так же, как и само искусство Константина Кузнецова. Он сегодня наш главный герой. И когда смотришь на его полотна, вначале они кажутся скорее такими привычными, конвенциональными, учитывающими все нюансы для того, чтобы понравиться будущему покупателю, будущему ценителю. Ну, как они понравились и основателю этого достаточного фонда. Но не все так просто. Дело в том, что, с одной стороны, Константин Кузнецов как будто бы рассчитывает свои будущие эффекты, тщательно понимает, тщательно обосновывает все свои движения, чтобы не сделать неверного шага. С другой стороны, его новаторство, во-первых, оно есть. А во-вторых, оно тихое, оно продуманное, и оно заключается внутри, во втором, третьем, четвертом, невидимом, может быть, с первого взгляда, слое этих картин. В этом секрет такой многоярусной привлекательности Кузнецова. Поэтому, именно поэтому, его картинами нужно любоваться несколько раз. И на выставку, я надеюсь, ее посетители будут приходить тоже неоднократно. Ну, чтобы на этой лекции хотелось, в первую очередь, раскрыть, о чем, в первую очередь, хотелось бы рассказать. Я по своей работе в музее, в Институте искусствознания, Высшей школе экономики, занимаюсь всем периодом развития нового искусства. От 70-х годов XIX века до 30-х годов Константин Кузнецов входит в художественную среду, в мировую художественную среду, на пике этого периода, в 90-е годы XIX века. И это хронологическая точка отсчета начала наших рассуждений. И закончим мы 20-30-ми годами, когда, собственно, и сам Константин Кузнецов уходит из жизни во Франции в 1936 году. Поэтому и доклад наш, наша лекция носит название от «Jus de milieu» к межвоенному 20-летию. «Jus de milieu» — французский термин, который принято переводить на русский язык как «золотая середина». Достаточно компромиссное искусство признанных художников конца XIX столетия, много взявших от импрессионизма, но обогативших его жанровостью, занимательностью, отсутствием резкой полемики. Короче говоря, действительно, «золотая середина» как она есть. «Золотая середина» словно создана для того, чтобы плавно войти в признанную французскую художественную среду. И мы начнем с тех ситуаций, которые с этим феноменом связаны. В 90-е годы XIX века, когда Константин Кузнецов постепенно перебирается из России во Францию, Париж уже достаточно давно стал международным художественным центром. Здесь наладился диалог между искусством салонным, академическим и искусством новаторов-импрессионистов. Между ними постепенно, по факту, происходит примирение, взаимное признание. И территория этого компромисса как раз искусство «золотой середины», о котором мы уже упомянули. Оно само теперь выстраивает вокруг себя привлекательное и в коммерческом плане, и в плане общественной популярности, в социальном плане пространства. Его архитекторы существуют в разных сферах. Не только в сфере выставочных проектов, но и, конечно, в сфере коммерческих галерей. Поэтому и первым кадром у нас выступает выставка в галерее Жоржа Пти. Конечно, в этом цикле лекций вы слышали и, конечно, прекрасно знаете имя Поля Дюран-Рюэля, так вот, Джорж Пти, его довольно серьезный конкурент. Человек, который хотел обойти его на вираже, на повороте. Предложить собственную эффектную систему и продажи, и знакомства французов и европейской публики с современным искусством. Выставки в галерее Жоржа Пти привлекали международную публику, а выставлялись на них принципиально художники не только французские. Скажем, не только Моне, Ренуар, Роден, которые часто были здесь гостями, но и художники, скажем, из Германии, такие как Макс Либерман, из Италии, из Испании, особенно модной в французской художественной среде, из Англии, Америки, Скандинавии. И Константин Кузнецов, конечно, видел этот опыт и включился в художественную среду на волне вот этой интернационализации, которая возникла в Париже во многом по воле Жоржа Пти. Он начал движение в этом направлении еще в 80-е годы XIX века. В 90-е годы это был уже признанный и ясный путь. Итак, немного о тех героях, которые выставлялись в этой галерее. У Жоржа Пти довольно серьезное внимание привлекали немецкие художники. Вот она, жанровость и опыт импрессионизма. Скажем, немецкий импрессионист Макс Либерман пишет Северную Германию, пишет Балтийское море, крестьянские типы. Здесь традиционный для XIX века такой социальный подтекст, связанный с реализмом, с изображением жизни простых людей. И это достаточно привлекательно для публики. И составляет такой постоянный фон, постоянную константу в парижском художественном пространстве. Константин Кузнецов с удовольствием следует этим образцам и дает здесь свой замечательный пример. Одна из самых ранних и популярных его композиций, принесших ему известность, связанных с темой Британии, бретонских рыбаков, бретонских типажей. Так, через эстетику Центральной Европы, Кузнецов, русский, во Франции объединяет этот опыт и завоевывает популярность. Одним из центральных героев галереи Жоржа Пти, одним из основателей международного художественного сообщества, которое там складывалось, был популярный французский живописец Жак-Эмиль Бланш. Он, кстати, еще и хроникер художественной среды Франции. Он оставил довольно серьезные воспоминания, многогранные и любопытные. И он светский герой. Здесь можно в таком гипотетическом пространстве галереи Жоржа Пти очертить диапазон интересов Константина Кузнецова от таких просто народных типов, от фольклоризованной среды к светской парижской эстетике. И эти виды Парижа, Жака и Эмиля Бланша, тому доказательство, и еще и отсылка ко всему жизненному пути Константина Кузнецова. Парижским мотивом, трактованным неизменно с точки зрения такой трепетности, свободы, легкости, импрессионизма, он окажется верен всю жизнь, а значимую точку поставит в этой теме уже в 20-е годы. Но если у Жоржа Пти все-таки Константин Кузнецов не выставлялся, мы привели его в качестве примера сложения, то есть среды, с которой Кузнецов встретился в Париже, то вот эта институция, так называемый салон Марсового поля, салон Национального общества изящных искусств в Париже, это уже институция с Кузнецовым связанная серьезно и фундаментально. Именно здесь мастер начинает выставляться. Именно с этого салона, о чудо, французское государство приобретает целых два его полотна еще в пределах XIX века. Феноменальный успех. Что же такое этот салон и почему Кузнецов направил свои стопы именно туда? Дело в том, что самый консервативный, самый непримиримый оплот академической салонной живописи, салон общества французских художников, не был столь привлекателен уже в конце XIX века. Под напором нового искусства, под напором импрессионизма он сделался все менее резонансным и популярным. Хотя и делал, уже сам вынужден был делать шаги в сторону импрессионизма. Критики писали, что на салоне стало светло от новой манеры письма, которую как раз изобрел и перенес в это пространство импрессионизм. Оплотом более свежих, более новых, более динамичных сил стал возникший в начале 90-х годов XIX века вот этот альтернативный салон национального общества изящных искусств. Его еще называли просто «националь». И вот именно это пространство Кузнецов для себя выбирает. Он явно увлечен уже признанной, уже завоевавшей популярность живописной техникой импрессионизма. Он хочет не ограничиваться строгостью, скажем, Клода Моне в применении этой техники. Он хочет играть и с жанровыми сценами, и с городскими видами, и с портретным жанром. Как раз самый лучший полигон для самореализации здесь – салон национального общества изящных искусств. Здесь, как и в галерее Жоржа Пти, теперь привечают гостей из зарубежных стран. Здесь тоже много не только французов, но и итальянцев, немцев, британцев, американцев, и, опять же, скандинавов и русских. Так что у Константина Кузнецова довольно оживленная здесь компания. Любопытно, что в салоне, в учредительном совете салона национального общества изящных искусств соседствовали художники, которые представляли импрессионистическую технику, и мастера, близкие символизму, скажем, такие, как Пьер Пюви де Шаванн или Эжен Карьер. Например, Константин Кузнецов чтил этих мастеров. Широко известно, что репродукцию картины «Бедный рыбак» он держал у себя как талисман, и символистскую технику, символистскую эстетику он также впитывал, включал в свой художественный язык. Площадка национального общества изящных искусств и его салона была здесь тоже местом оптимальным, где такая манера приветствовалась в наибольшей степени. И как раз небольшой тому пример намеренно, не беру здесь первые имена символизма, эти ассоциации вы построите сами. А вот этот общий фон и компромиссный художник Анри Мартен, который создает такую трепетную, романтичную, легкую композицию, слегка печальную, слегка меланхоличную, немножко такую с метафизическим оттенком, сочетая технику импрессионизма и символистское видение, вот здесь привожу как раз, чтобы вы могли почувствовать, как Константин Кузнецов идет таким же путем. Вот этот мотив бесконечных зачарованных рощ, этих чередований света и тени, многоплановости в живописи, которая раскрывается не только как сугубо живописная задача, но и как многослойность смыслового раскрытия композиции. Все это для Кузнецова важно и повторяется у него многократно, как повторяется и у французских художников. Ну, здесь можно, конечно, привести в пример и вспомнить всевозможные зачарованные рощи у Мариса Дени, одного из любимых художников Кузнецова. Но ни французы, ни Кузнецов здесь тоже не одиноки. Мотив деревьев, аллей, парка, чащи, ритма стволов, то приглашающего к передвижению в пространстве, то вдруг встающего непреодолимой преградой, довольно популярная история в живописи рубежа 19-20 веков. Кузнецов со своей любовью к этому мотиву ведет диалог не только с французами, но и, скажем, с немцами. У них довольно сильная импрессионистическая школа, они часто экспонируются на салоне национального общества, и вполне вероятно, что Кузнецов видел их картины и, как видите, и с ними вступал во вполне оживленный и равноправный диалог. Покажу вам такого Эмиля Клауса и одного из самых популярных художников Германии в конце 19-го, начало 20-го века, Вальтера Лястикова или Лейстикова, который тоже сочетал в своем искусстве и импрессионистическую технику и видение, и эстетику символизма. Ну и, конечно, Арнуво, юген стиль здесь тоже у него проявляется. Константин Кузнецов хоть и мало играет с такими историями, но, тем не менее, в прихотливости линии эти ассоциации здесь тоже можно построить. Ну и вот эта любовь к теням, к драматизму здесь тоже как параллель может выступить. Или вот такая чаща с эффектами солнечного света, или, наоборот, сумерек, популярный мотив, связанный уже даже больше с пространством символизма. Итак, Кузнецов уже, очевидно, не так прост, как кажется. Казалось бы, он начал использовать популярную технику импрессионизма, прибавил к ней в своем коктейле вот эту жанровость. Это уже тоже открыл не он, казалось бы. Художники Франции и Германии. Но вот это сочетание с символизмом – это уже ход довольно авангардный для этого времени. Ведь в конце 19-го столетия не возникли еще ни фавизм, ни кубизм. Символизм, эстетика группы Наби была самым прогрессивным направлением, самым новаторским. И Кузнецов делает ставку именно на него, как действительно человек в данном случае очень смелый. Если продолжать тему интернациональной художественной среды, то очень любопытно было бы сравнить Константина Кузнецова, приехавшего в Париж из далекой и загадочной России, с такими же далекими и загадочными для Парижа американскими художниками. Американский символизм – отдельное явление. Америка – одно из первых мест на Земле, где импрессионизм за пределами Франции стал популярным объектом коллекционирования. Американские художники, видя популярность Моне, Ренуара, Сислея, в собраниях своих соотечественников обращали серьезное внимание на парижский опыт. В немалом числе приезжали во Францию, входили в круг импрессионистов, как, скажем, Мари Кассат, американская художница, или уже американские импрессионисты начала 20-го столетия. Константин Кузнецов часто разделяет этот свежий, привлекательный интерес к импрессионизму с американскими коллегами. Любопытно, что американцы тоже не копируют раннюю, зрелую или позднюю манеру Моне и его соратников. Они тоже пропускают это через часто призму символизма или, скажем, опыта пост-импрессионизма таких художников, как Мюнсент, Ван Гог или Поль Сезанн. Поэтому и их, и Кузнецова можно как раз сопоставить с этой целостной средой знаний о новом искусстве, которое складывается во Франции на рубеже 19-20 века. Вот одна параллель, вот, скажем, морские виды. И художник Чайлд Хессом, один из самых популярных в Соединенных Штатах до Первой мировой войны, его американцы коллекционировали наряду с импрессионистами. И, как, кстати, и Кузнецов в Россию на своих крыльях переносил импрессионизм и стал таким посланником импрессионизма для нашей страны. Как американцы, мы эти выступили проводниками импрессионизма уже в своей державе. Еще один, напоследок, американский вид, где замечательно на Кузнецова похожи облака. И еще один удивительный такой реставрационный момент. Ведь картины Кузнецова подчас дошли до нас не всегда в чистом состоянии. Они довольно имели сильное пылевое загрязнение, нуждались в реставрации. Фонд Кузнецова проводит ее с отцовой кропотливостью. И удивительно, отрадно видеть, как эти вещи расцвечиваются, как они возвращают себе свою прежнюю яркость. Поэтому и здесь нужно представить себе Кузнецова чуть более ярким. Тогда эта ассоциация будет еще более убедительной. Но так или иначе, стоит сказать о том, что делают и сами мастера-импрессионисты во время, когда Константин Кузнецов покоряет Париж в конце 90-х годов XIX века, начале XX столетия. Это время, когда импрессионисты уже постепенно переваливают свой 60-летний рубеж. Это признанные художники. Это художники, которые одержали успех, победу в битве за признание. Это уже экспоненты крупных выставок. Их произведения Французская республика, государство включает в официальные свои выставочные программы за рубежом, скажем, в той же России, в Австрии, в Германии, в Бельгии. Импрессионисты выставляются и в художественном отделе Всемирной выставки 1900 года. И здесь за салонной скульптурой в глубинных залах Гран-Пале можно было увидеть и Моне, и Писсаро, и Ренуара. Итак, с их манерами, конечно, Кузнецов соприкасается. Эти произведения можно видеть и на выставках, и в галереях, которые он посещает, и в частных коллекциях, в тех домах, куда, возможно, Кузнецов заглядывает. Ведь он уже включен в художественную среду хотя бы потому, что успел пожить и на Монмартре, и на Монпарнасе в двух главных художественных локациях артистического Парижа. Ну что же, и поэтому, собственно, ассоциации с импрессионистами самые предсказуемые, самые желанные и объяснимые для Константина Кузнецова. Ну, с чем и с кем здесь можно было бы его сравнить? Если говорить о Камиле Писсаро, наверное, самым отзывчивым из импрессионистов, то его манера именно что 90-х годов XIX столетия вступает с Кузнецовым в самый оживленный диалог. Писсаро, который уже достаточно свободен, который достаточно мудр, чтобы не допускать излишних эксцессов, и сбалансирован в силу возраста и такого суммирования жизненного опыта, для Кузнецова, наверное, один из самых привлекательных объектов диалога. Он пусть может быть и не громок и виден с первого взгляда, но тем не менее подспудно, как постоянный, константный бэкграунд. У Кузнецова постоянно, у Кузнецова неизменно, непременно присутствует. Ну, а, наверное, такая необычная ассоциация, которая, может быть, не приходит с первого взгляда, а ассоциация с мастером, который стал наиболее долгоживущим художником из тех, кто входил в сообщество импрессионистов. Арман Геомен прожил дольше, чем Флот Моне, которого считают последним из импрессионистов. Флот Моне умер в 1926 году, а Геомен на следующий год, в 1927. Таким образом, его творчество сопровождало Кузнецова постоянно. Почему нам интересен Геомен? Он реформировал импрессионизм. Он включил в него яркую красочную гамму, смелое композиционное построение, сочетание цветов, которые в первоначальном, исконном импрессионизме 70-х годов 19 века и в сглаженном импрессионизме искусства золотой середины, как правило, не присутствовали. А вот у Геомена они были и раскрылись они ровно в те годы, когда и Кузнецов осваивал художественную сферу Франции. И смелые сочетания, смелые такие трактовки форм, характерные для Геомена, можно увидеть рефреном в произведениях Кузнецова. Они параллельно друг к другу создаются и в этом общем, насыщенном художественном опытом пространстве тоже взаимодействуют. Геомен не только создал свою так называемую школу Крозан в центре Франции, где писал идиллические виды, так похожие на картины Кузнецова. Геомен еще и создатель довольно широкой, многогранной парижской сюиты. Его произведения еще родом из XIX столетия сделали Париж таким сочетанием и этюда на темы смены условий освещения, свето-воздушной среды, как это было в импрессионизме, и жанровыми зарисовками. И все это в свободной, легкой, виртуозной технике. Произведения Константина Кузнецова на тему городских видов, на тему Парижа возникали в разные годы, но многие из них можно ассоциировать и с эстетикой старейшего импрессиониста Армана Геомена. Конечно, без этой ассоциации никуда. Одна из картин, которые стали символом фонда Кузнецова, вступает в диалог с Клодом Моней. Его знаменитой серией, лучшее произведение которой, украсила коллекцию Сергея Щукина, как раз тогда, когда Кузнецов переезжал во Францию в 1897-1898 годах. Скалы Бель-Иль, пирамиды Пор-Котон, дикое или необузданное бурное море – все это на картинах Моне и Кузнецова сопоставимо между собой. Не в пользу Кузнецова перерыв в несколько десятков лет, который отделяет одно произведение от другого. Казалось бы, Кузнецов просто идет по стопам своего великого предшественника. На самом деле Кузнецов подходит к этому диалогу уже сожившимся художником. Художником, завоевание которого дает ему возможность относиться к себе с абсолютным самоуважением и совершенно не испытывать никаких комплексов по поводу отсутствия самореализации. Нет, именно потому что Кузнецов художник, сложившийся и относящийся к себе с уважением, именно поэтому он, наконец, считает себя вправе вступить в диалог с мэтром импрессионизма. На момент написания картины Скалы Бор-Котона Кузнецова Клод Моне еще жив, ему осталось жить еще два года, так что это прижизненный диалог. И что же Кузнецов в него вносит? Весь опыт, который он сумел понять, усвоить. Всю переработку достижения импрессионизма, которое случилось за эти десятилетия, он включает в это полотно. От резкости, полемичности Моне к сглаженности, к примирению, к включению его искусства в художественную традицию. Именно сейчас импрессионизм уже музейная ценность. И Константин Кузнецов подводит итоги, скорее фиксирует признанное положение произведений Клода Моне в мировой системе художественных ценностей. Вот так можно было бы обосновать появление во его творчестве этого мотива уже в середине 20-х годов, 20-го столетия. Ну что же, ассоциации с импрессионизмом достаточно предсказуемы, достаточно объяснимы, понятны. И каждый, безусловно, найдет их для себя в творчестве Константина Кузнецова немало. В данном случае мы продолжаем наше движение в раскрытии возможностей и возможных ассоциаций в творчестве Кузнецова и раскрываем их через, опять же, французские выставки. Выставка – основная форма бытования, наследия художника в парижском художественном контексте прекрасной эпохи, Белепог. И Константин Кузнецов попробовал себя и на салоне Национального общества изящных искусств, и вот на этом осеннем салоне, который возник в Париже в 1903 году, из самого первого года, до смерти Константина Кузнецова постоянно выставляется на этой площадке. Осенний салон отличался от всех, которые существовали до него. Это не только коммерческий проект, это не только просвещенный и нацеленный на диалог с современным искусством выставочное предприятие, но это и проект просветительский. Здесь каждый год крупная ретроспектива того или иного мастера нового искусства. Ренуара, Гогена, Ван Гога, Сезанна, Аделона Редона, Эжена Карьера, многих и многих мастеров. И, таким образом, это наиболее прогрессивная, наиболее интересная площадка. Недаром именно на ней впервые заявил о себе первый изм 20-го столетия, фавизм в 1905 году. И именно здесь, именно в полемику с этой площадкой, в 1908 году вступил кубизм. Мы здесь с неожиданной точки зрения попытаемся зайти. Дело в том, что на «Осеннем салоне» действительно достаточно много ретроспективных проектов. Благодаря «Осеннему салону» французская публика знакомится с крупными именами недавнего прошлого, а эти имена утверждаются в художественной иерархии. И мастер, родом из Бельгии, по имени Джеймс Энсор, как раз в 1900-е годы показывает свои произведения на ретроспективных проектах на этой выставочной площадке. Энсоровское видение как раз диалог между импрессионизмом и символизмом. В фигуративной живописи это еще и серьезный шаг к сюрреализму, но так далеко уже Константин Кузнецов не зашел в своем диалоге с ним. А вот в пейзажном видении вполне эти жемчужные краски, эту многогранность, эту такую особую проницаемость и особую такую влажную среду, насыщенную влагой, у Кузнецова и у Энсора можно сопоставить и абсолютно обоснованно. Энсор сохранял это видение, эту мистическую дымку и в своих ранних вещах, посвященных натурным видам Бельгии, астендой или материковым болотом, и в вещах, где она приобретает такой мистический оттенок. Еще один пас в сторону символизма, который увлекал и Константина Кузнецова. И что же, «Осенний салон» служил постоянной площадкой и для мастеров из-за рубежа, и для тех французских мастеров, которые оставались в художественной иерархии, войдя в нее в качестве авангардистов в 90-е годы XIX века. Таковы были художники группы Наби, Морис Дени, которого Кузнецов ценил, и Пьер Боннар, ассоциации с живописью которого у Кузнецова прослеживаются постоянно. И трактовка неба, и любовь к определенным оттенкам и сочетаниям цветов зелени, пространственное, пропорциональное построение. Особая панорамность вида у Кузнецова и у Боннара составляют такую единую художественную среду, кстати, Пьера Боннара, который был по рождению намного младших художников и импрессионистов, называли последним импрессионистом XX столетия. Ну и, собственно, в этом качестве, в этом статусе он, конечно, взаимодействует и с фигурой Константина Кузнецова, также посланца импрессионизма Донецшего его завета до 30-х годов. Но Боннар не только мастер пейзажа, но и мастер таких зашифрованных, почти мистических, застывших и таинственных фигурных композиций. О композициях Боннара говорят, что, мол, никогда непонятно, кто за кем наблюдает. Мы смотрим на его героев или его герой, не замечая нас, одновременно все-таки наблюдают за нами. Короче говоря, такое довольно необычное, неклассическое позиционирование фигуры в картинах портретного жанра или сочетающихся с портретным жанром одно из завоеваний и один из секретов Пьера Боннара. Интересно, что Константин Кузнецов словно из окружающей среды, из воздуха или из наблюдений за какими-то случайно увиденными Боннаровскими полотнами, не просто подхватывает это, а даже в какой-то степени предвосхищает это видение и раскрывает в своих картинах очень похожий подход еще тогда, когда многие произведения Боннара не написаны. Вот эти сложные ракурсы, эти склоненные головы, этот словно случайно брошенный взгляд Константина Кузнецова на его автопортрете с детьми весьма сродни скользящему взгляду моделей Боннара, которые тоже очень часто представляют героев его интимного мира, его спутницу жизни и его родственников и людей близкого дружеского круга. Постепенно вместе с Осенним Салоном и вместе с Константином Кузнецовым мы переходим границу Первой мировой войны. Для многих она была драматичной и не только потому, что это крупнейший мировой конфликт. Для Константина Кузнецова, да, конечно, это революция, это потеря состояния, это переход, в общем-то, из одного статуса в другой. Из статуса свободного и состоятельного художника, самореализующегося во Франции на стабильном финансовом фундаменте, лежащем в России, к свободному художнику, ищущему заработка во Франции и испытывающему порой и материальные трудности. Но дело не только в этом. В 20-е годы меняется вся парижская художественная среда. От мира искусства, который стремился к постоянному неиспровержению ценностей, к новаторству, к бесконечному бегу за своим временем, к движению в его жестком ритме, сейчас художественная среда скорее стремится к примирению, к выстраиванию иерархии, в которой и новое искусство, тот же импрессионизм, постимпрессионизм, искусство символистов, искусство набидов, Дени, Бонара, представляется чем-то признанным, включенным в бесконечный ритм мировой художественной традицией. Эти пределы расширяются максимально. И сейчас в ходу, скажем, ассоциации современных художников с искусством старых мастеров, в палитру людей, которые прославились своими порой буквально дикими выходками в искусстве, как это было, скажем, с Марисом Девламинком, одним из самых знаменитых участников сообщества фавистов в начале 20-го столетия, в их палитру входят приземленные, такие охристые, землистые тона, выстраивающие их диалог с живописью старых мастеров, скажем, старых фламандцев или старых голландцев. Вот с этими произведениями в «Ламинко» 20-х годов можно сопоставить и меняющуюся постепенно манеру Константина Кузнецова. У него тоже становится больше вот этих коричневатых темных тонов. Он вместе и со своими ровесниками и художниками более молодого поколения вступает на территорию обновленного диалога с классической традицией. Но этот диалог никогда не будет буквальным. Это, опять же, суммирование опыта. Ведь Кузнецов уже не молодой человек. Как, кстати, и тот же фламинк, с которым мы здесь его пытаемся сравнить. Это традиция, но традиция, пропитанная новаторством. И свободный перетекающий мазок. И многослойность живописного почерка. И то, что пространство здесь выстраивается не по принципам классического кулисного пейзажа, а наделено драматизмом и очень смелыми ракурсами, здесь нужно слова о традиционализме, конечно, воспринимать с некоторой опаской. И, пожалуй, здесь и фламинк, Кузнецов, не так уж просты. В 1920-е годы заявляют о себе, конечно же, мастера парижской школы. Те не французы, которые самореализовались в художественной среде Парижа и стали здесь собой, обрели популярность, обрели признание. Париж 20-х говорит о Модильяне, о Кислинге, о Фужите и восторгается путем к успеху, который прошел уроженец западных окраин Российской империи Хаим Сутин, прославившийся как раз в начале 20-х годов. Кузнецов тоже из Российской империи, тоже добившийся здесь успеха, хотя его никогда не причисляли к парижской школе, в своей манере, в этой своей новой эмоциональности, в этой особой экспрессивности, напряженности живописного языка выстраивают порой совершенно неожиданные параллели с этим новым, пропитанным такой болью и страданием искусством Хаима Сутина. Простой пример готической архитектуры, который вырастает в таком борении с окружающей средой у Сутина, а у Кузнецова тоже проваливается этими болезненными глазницами окон и словно мучительно находит себя в этом пространстве. Кстати, вот эта мучительность Нотр-Дама словно предвосхищает тот акт ауто-да-фе, который собор пережил сравнительно недавно. Что же, собственно, парижская школа тоже выстраивает свой диалог с классическим искусством. Это художники, художники, живопись которых фигуративна, живопись которых выстраивает ассоциативные связи с миром старых мастеров. Поэтому у Константина Кузнецова здесь тоже много оснований встать с ними в один ряд и нам с вами выстроить эти параллели. Вы, конечно, замечаете, что постепенно Константин Кузнецов начинает вести диалог со все более молодыми художниками. Он подхватывает, словно, несмотря на свой грозный облик, несмотря на свою непримиримость, уверенность, которую излучают все его фотографии, подхватывает идеи довольно авангардные для своего времени. Хотя он никогда не заявлял о своих симпатиях к авангардным течениям, но, тем не менее, XX век предложил немало сценариев самореализации для художников-новаторов и без, скажем, признания в любви мимолетной фавистской или очень строгой кубистической манели. Константин Кузнецов прошел как раз этим путем и в 20-е-30-е годы обнаруживает себя необычно в авангарде исканий. Эпоха, которая отшатнулась от кубизма и пала в объятие традиции, традиции обновленной, сейчас для Константина Кузнецова справедливо находит место. И то, что в 20-е-30-е годы французская критика пишет о нем с восхищением, воздает должное верности избранному творческому почерку, это ясное свидетельство того, что Константин Кузнецов смог ответить на новые вызовы времени. Но здесь все больше в этих мистических, в этих трепетных, в этих колеблющихся, таинственных, темноватых образах такого правительства. Кузнецов действительно человек уже достаточно пожилой, он суммирует свой творческий опыт, его искусство и неторопливо, и это искусство невероятно прозорливое. Здесь вдруг неожиданно появляются дальние панорамы, появляется какая-то сказочность непредсказуемая, появляются вдруг необычные эффекты, то ли вторящие опыту символизма, то ли предвосхищающие опыт сюрреализма и прочитывающие его среду на своем языке. Ну а та ассоциация, которую мы можем выстроить почти что с уверенностью, это, конечно, искусство Константина Кузнецова и мир зрелых и поздних полотен Оскара Кокошки, немецкого и австрийского художника-экспрессиониста, который стал в 20-е-30-е годы как раз художником-визионером, художником, открывшим словно новый ракурс видения и в почти классических видах, в этих панорамных своих полотнах, создающей неземную, почти космическую среду. У Константина Кузнецова почти такой же подход. И что здесь как не визионерство и не шаг в пространство долгого XX века? Ведь Кокошка ушел из жизни уже в 80-е годы. Можно сказать, что Кузнецов словно заложил своей карьерой художника разные варианты прочтения для разных эпох, для разных систем ценностей и для разной динамики. Он смог добиться и успеха в молодые годы, когда современники увидели в нем созвучие с самым острым, модным и востребованным искусством золотой середины. Он смог сохранить достоинство и остаться в актуальной художественной зоне в межвоенное 20-летие, когда сам суммировал свой художественный опыт и вписал себя в новый интерес к традиции. Многослойность искусства Кузнецова полного загадок сохраняет для нас интригу и сегодня. И сегодня мы благодаря ему и не только восстанавливаем лакуны в истории отечественного искусства, но еще и выстраиваем, пожалуй, заново немного забытую иерархию французского, европейского, американского художественного процесса последних лет 19 века и первых десятилетий века 20-го. Константин Кузнецов выступает для нас здесь проводником своего рода Вергилием в этом пространстве, в котором нам отнюдь не так просто разобраться после долгих лет и забвения, и исключенности из мирового художественного процесса. Константин Кузнецов человек европейской художественной среды, приглашает нас восстановить эту разорванную и утраченную ткань. И мы воздаем ему должное и тем энтузиастам, которые сегодня руководят фондом Кузнецова и его работой. Спасибо за возможность выступить на этой площадке. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok